Здравствуйте! Это программа «Город Эсс» и Елена Чернявская. Наш город Самара славится многим. Красотой, природой, Волгой, трудолюбимыми людьми, лесами, горами и, самое главное, талантливыми жителями. Каждый человек талантлив по-своему. Кто-то пишет стихотворения, кто-то танцует, кто-то красиво и душевно поет, а кто-то умеет все совместить. Сегодня в студии руководитель одного из талантливейших коллективов, без участия которого не обходится ни одно праздничное мероприятие. Белла Чезлова, автор и исполнитель, руководитель и солистка шоу-проекта «Кузьминишна». Здравствуйте! Добрый день, Елена! Ну что же, давайте побеседуем о вашем очень ярком коллективе. Собственно, вы его руководитель, лидер, очень красивая, яркая, молодая женщина. Пришли сегодня в таком потрясающем костюме, вот, ну, просто глаз не оторвать. Но давайте поговорим о вашем коллективе. Почему все-таки он так интересно называется, Кузьминишна? Ну и, конечно, как он образовался? Он образовался несколько лет назад. Я вышла замуж, пошла в декрет. И вдруг стала писать песни в народном стиле, по образованию я народница. Время шло, песни множились, и набралась целая папка. И я поняла, что хочу свои песни реализовать. Предлагала известным коллективам, но на неизвестную самарскую девчонку никто не откликнулся. И какой-то, знаете, здоровый эгоизм, наверное, сыграл, я решила свои песни петь сама. Благо, рядом оказались добрые, отзывчивые девчата, вокалистки. И вот мы вместе собрались и стали работать над проектом. Название я сочинила, когда ехала в трамвае. Фольклорная словечко, Кузьминишна. Ну, все очень просто, на самом деле, это моя девичья фамилия, Кузьмина. И прозвище Кузя Кузьминишна со мной с самого детства. Поэтому название не случайно и шагает с вами. Наверное, может быть, и талисман. Вот знаете, у меня сейчас какой вопрос возник. А кому впервые вы продемонстрировали свою песню, написанную вами? И кто был этот первый слушатель? И, ну, соответственно, какая была реакция? Наверняка положительная, иначе вы бы дальше не пошли. Впервые с коллективом мы вышли на праздник Масленица на площади Мникуйбышева. Самая большая площадка в нашем городе. Огромное количество зрителей. Волнение было запредельным. И для меня было удивлением, что меня с коллективом, с авторским репертуаром вообще взяли на такое мероприятие. Известные наши самарские режиссеры пропустили. И вы не представляете, как я удивилась, когда люди стали подхлопывать, пританцовывать и подпевать песням, которые они впервые слышат. Вот это было действительно удивление. И тогда я поняла, что мы имеем право на существование. Мы идем верной дорогой. Репертуар понравился. Мне сейчас пишут, пожалуй, со всей страны, от Москвы до Калининградской области. Это правда. Спрашивают разрешение петь песни. Спрашивают, где найти аранжировки. Можно ли их купить и так далее. То есть дело пошло. Ну, то есть первое выступление, и это был действительно первый успех. И вы пошли дальше. Скажите, а сколько вообще на сегодня песен в вашем репертуаре? И продолжаете ли вы так же вдохновенно и воодушевленно, без сомнения, писать? Песни продолжаю писать недавно. Написала песню. Только что мы сделали аранжировку, черновой вариант. Мне очень все нравится. Не терпится приступить уже к работе на студии, к записи вокала. Белла, ну вот все-таки о чем поет Кузьминишина? Я хочу услышать про ваш фирменный стиль, конечно. Фирменный стиль, наверное, заключается в том, что мы соединили два очень самодостаточных и ярких музыкальных жанра. Это фольклор и рок. И это наша фишка. Это наш стиль. Это очень неожиданно, дерзко и смело. Я росла на рок-музыке. Я впитывала с молоком мамы просто творчество. Нашего советского музыканта, мультиинструменталиста-рокера Владимира Кузьмина. Огромный отпечаток он отложил на мое музыкальное сознание. И так как я народница по образованию, вот два этих жанра, они как-то синтезировались во мне. И получился фолк-рок. Да, и недаром наверняка вы сегодня пришли в своем любимом сценическом костюме. Он такой, к сожалению, мы сидим за столом и полностью не видно. Но вот он стилизованный такой, да? Да. Тут вроде и рок переплетен. Я могу объяснить. Кожаная куртка – это является олицетворением рока. Красная юбка – олицетворение фолка. Ну, еще у нас есть на голове замечательные короны. Так как мы девичий коллектив, который делает авторский, зажигательный фолк-рок. Пожалуй, мы единственные в стране. Но вот, кстати, ведь вы и должны для такого удивительного коллектива брать и не менее оригинальный репертуар. Где вы его берете, Белла? Мы этим и отличаемся. Это наша оригинальная такая особенность. Я пишу песни сама для своего коллектива в народном стиле. Все это заворачиваем в роковой аранжировке. И получается действительно эксклюзив, потому что такого больше нет ни у кого. Вот так. Где уже успели побывать? Какие города покорить? Ну, на страны, наверное, не замахнулись еще, хотя я так полагаю, что у вас 100% все впереди. Я думаю, что обязательно поездим по городам и по странам. На данный момент были в нескольких городах, но это было в рамках теплоходной навигации. Поэтому проездом. Ну, я думаю, обязательно. Да. Конечно, все еще впереди у таких талантливых людей. Расскажите о ваших творческих планах и над чем сейчас работаете. В 21-м году у нас вышел дебютный альбом «Не забыть, не разлюбить». На нем представлены мои авторские песни. В 22-м году вышел второй студийный альбом «Фолк на Палм», где мы поем популярные народные хиты, аутентичный фольклор и песни других авторов. И сейчас, приоткрывая завесу тайны, скажу, что мы работаем над третьим студийным альбомом, куда войдут снова только мои авторские песни. Название пока держится в секрете. Работаем на студии очень активно. Вот про студию поговорим отдельно. Ну, а для тех, кто не видел и не слышал коллектив «Кузьминичный», я сейчас предлагаю вот окунуться в такую очень музыкальную атмосферу и посмотреть, что из себя представляет этот коллектив. Давайте посмотрим видео. Ах, Самара, городок, беспокойная я, беспокойная я, успокой ты меня. Мы на «Волке» живем хорошо, мы на «Волке» поем весело. Пьются песни труда во горе, над раздором недорогом море. Веселее, весной народ, так шире, шире наша работа. Вечер алый будет гореть, Обжигая кисти ряги. Приходи на меня посмотреть, Сколько лет пройдет, сколько лет. Под медаром славится Русская красавица. Вот не даром, вот, вот не даром, Русская красавица. Это мой муж, как он хорош, Печали прочь, он поет венину. А я возьму гармошку-двухлядку И заиграю громче веселей. А мы, девчонки, мы, вы, 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 мы есть. Значит, тихий, тихий, не вводим, и вы, вы, большая сеть. Расскажите, пожалуйста, Белла, Как вы пишете песни? Вот все-таки что рождается первым? Стихи, музыка? Ну, из чего начинаете? Как вот у вас это происходит? Вот этот творческий весь процесс? Специального какого-то настроя, ритуала у меня, конечно, нет. Музы приходят спонтанно, и когда это случится, неизвестно. Часто бывало утром, когда я делаю дома уборку. То есть неожиданно. Не могу сказать, что пишу раньше стихи или музыку. Наверное, сейчас вот думаю, все-таки текст идет первым. Потом уже мотив. Но это вот момент вдохновения. Пару минут, и песня готова. Ну, вы сказали о том, что вы выступаете на творческих площадках города. То есть это праздники, можно вас увидеть. Ну, конечно же, есть у коллектива коммерческая составляющая. Поэтому, если хочется вас увидеть на корпоративах, на личных каких-то праздниках, то можно ли вас пригласить, и как удобнее это сделать? Да, конечно. Мы работаем на закрытых мероприятиях корпоративного свойства, свадьбы, корпоративы, банкеты. И городские открытые площадки, которые я обожаю всей душой. День города, Масленица, День Победы, День России, Новый год. Вот. Как с нами связаться? Мы есть в социальных сетях ВКонтакте, в Телеграме, на Ютубе. Можно пойти еще проще. Вбиваете в поисковике Белла Чезлова. Сразу много-много ссылок на мои авторские песни. Сразу можно увидеть товар лицом. Да, посмотреть. Ну, а если, ну, вот какое-то нестандартное предложение, может быть, я имею в виду какой-то репертуар известных певцов, певиц, вы перепеваете, либо вы преподносите только свой эксклюзивный материал? Я начинала с того, что настаивала только на своем авторском материале. Да. Но, к сожалению, большинство заказчиков просят исполнять и популярные народные песни тоже. Поэтому, конечно же, в нашем репертуаре имеется и «Самара городок», и все-все-все популярные песни, которые актуальны для нашего самарского, и не только зрителя. Да. Ну, вот самая корпоративная работа певца, конечно, работа на студии. Вы об этом уже немножко рассказали. С кем вы сотрудничаете? Где записываетесь, если это не коммерческая тайна, конечно? Ну, и все-таки, да, как происходит вот создание хита? Я работаю с профессионалами своего дела. Мне очень повезло. Я встретила на своем пути замечательного самарского аранжировщика Павла Полякова. Мы с ним с самой первой песней до сих пор. Это такой крепкий музыкальный тандем. И, конечно же, звукорежиссер Владимир Ермилов. Просто ребята настоящие профессионалы своего дела. Что вы больше любите в своей профессии? Вот именно процесс создания, рождения, шедевра? Либо все-таки вот сам процесс, когда вас слушают, вам аплодируют, на вас смотрят, вам дарят цветы, возможно? Почему нет? Было, конечно. Мне больше всего нравится работа на студии, потому что я прихожу туда в основном не с популярными, известными песнями, аранжировки и фонограммы которых есть в интернете, мы все это прекрасно понимаем. Я прихожу со своим авторским материалом, и мы собираем песню с нуля. Мы садимся вместе с Павлом Васильевичем и, знаете, каждый такт, каждую ноту выверяем. Он мне всегда говорит, приезжай, садись рядом, потому что только ты знаешь, как это должно быть, как звучать, мы делаем одну песню, аранжировку где-то 7 часов, только тогда я успокаиваюсь, когда мы собрали, и уже дальше продолжаем, записываюсь с Владимиром, записываю вокал. Ну, я уверена, что музыканты сейчас вас поняли, и вот прям вот самая такая нотка прозвучала. Ну что же, спасибо вам большое за очень интересную беседу. В конце проанонсируйте, где в ближайшее время можно увидеть, услышать Кузьминишну. В ближайшее время у нас состоится большой праздничный концерт на площади имени Куйбышева. День работника культуры 23 июля. Мы будем выступать вечером. Приходите, большая программа от Кузьминишны, работаем двумя блоками. Всех ждем. Спасибо вам огромное. Ну, а не переключайтесь, уважаемые телезрители, программу мы продолжаем. Ну, а вам спасибо и, конечно же, успехов на вашем ярком, молодом творческом пути. Спасибо. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ну что ж, сегодня, да, такая творческая очень программа. И, конечно же, очень хотелось поговорить о центре, который вы возглавляете пять лет. Да. Да? Пять лет скоро. Да, скоро пять лет. Действительно, такая уже хорошая дата, можно сказать, маленький юбилей. Ну, а я прошу сейчас рассказать вас все-таки в истории создания центра эстетического воспитания детей и молодежи. В общем-то, это муниципальное учреждение. И скажите, вот, что выделяет именно ваш центр в плеяде многих ярких центров города Самары? Ну, центр был основан в 2001 году. В прошлом году мы отмечали очень так хорошо, весело наш юбилей. Небольшой 20 лет, но все равно это уже юбилей был. У истоков создания этого центра стояли очень творческие, креативные, активные люди, перед которыми я до сих пор преклоняюсь, очень люблю и уважаю. Это Владимир Михайлович Ощепков, почетный гражданин Самарской области, хармейстер, профессор и Любовь Федоровна Шмакова. Именно с такой инициативы, по открытию такого центра, они пришли тогда к руководителю департамента образования Алле Александровне Волчковой. И вот благодаря Алле Александровне и тогда главе города Георгия Сергеевича Лиманскому этот центр был открыт. Основная идея открытия такого центра была, это чтобы собрать профессионалов в области культуры и искусства, создать творческие мастерские, и чтобы именно там обучались педагоги города. Ну и, конечно же, основным приоритетным направлением тогда центра было это хоровое пение. Потому что Владимир Михайлович, хармейстер, он всю свою жизнь посвятил именно этому направлению, именно хоровому пению. И тогда в центре был создан хор «Золотая лира». Это был хор трех поколений. Там были ветераны, молодежь и дети. И вот именно такая была идея создания центра. Но что сейчас нас отличает, конечно, от других центров и других дополнительных учреждений дополнительного образования, это, конечно же, продолжение вот этих традиций и в то же время внедрение инноваций. И сейчас мы работаем по нашему девизу – это творчество, традиции, инновации. Ну, вы сказали, что тогда обучали педагогов, сейчас Центр эстетического воспитания детей и молодежи все-таки на молодое поколение рассчитано. Я этот вопрос вам задаю не случайно. Какие современные сейчас реалии в вашем центре? Ну, сейчас у нас дополнительное образование по национальному проекту образования и федеральному проекту «Успех каждого ребенка» – это для детей от 5 до 18 лет. В этом возрасте у нас, конечно же, все бесплатно, все наши объединения работают. Что сейчас отличает? Это, конечно, то, что появилось много других объединений, и в том числе и направленностей. Конечно, сохраняя нашу художественную направленность, и то, что было у нас раньше – это наши традиции, это хоровое пение, академический вокал, это работа методической площадки, и, конечно, творческая мастерская. Потому что творческая мастерская по фортепиано, которую возглавляет бессменный руководитель Виталий Тимофеевич Семенов, это доцент кафедры фортепиано с ГИКа. Она до сих пор существует и пользуется очень большим успехом. Ну, а то, что наши инновации – это, конечно, наше новое объединение спортивной направленности, потому что появились такие объединения, как КПР, кикбоксинг, тэквондо. В том числе и там работают, есть объединения для детей с ОВЗ. У нас сейчас очень активно открываются объединения направленности социально-гуманитарной, которые в последнее время очень востребованы. У нас есть клуб «Патриот», также «Путь в профессию» – это наша профориентация, юные инспекторы движения. Ну и, конечно же, техническая направленность мы развиваем. У нас есть техническое моделирование и компьютеры, и мы стараемся это тоже придерживаться, этой направленности. Ну и, конечно, художественно, без нее никуда. Она до сих пор все равно, несмотря на то, что стараются активно сейчас внедрять и техническую направленность, и, естественно, научную, но все равно родители до сих пор выбирают именно художественную направленность и приводят детей к нам, чтобы мы их научили петь, танцевать, рисовать. Поэтому… Скажите, а вот все вот эти современные направления, они возникли недавно? Это вот ваша инициатива как директора продвигать? Я, конечно, понимаю, что всегда работает команда, всегда коллектив. Но директор – это все равно такая вот движущая сила, которая идет впереди всех. Да? Верно я так понимаю? Да, да, конечно, конечно, да. Я стараюсь двигаться много со временем, учитывать все новые тенденции, требования времени. Поэтому, конечно же, и возникла необходимость именно в появлении таких новых объединений. Этого до меня не было, но так как мы не можем стоять на месте, просто без этого образования… Эти направления востребованы? Да, конечно же, они востребованы. Конечно, если бы этого не было востребовано, мы бы просто их и не открывали. А все, что у нас сейчас есть, абсолютно полная наполняемость всех групп, такого, чтобы мы искали, уговаривали кого-то, но сейчас такого нет, поэтому дети с удовольствием занимаются. И мы сейчас и смотрим, что еще бы хотелось и детям, и родителям. Поэтому, конечно же, мы работаем по запросу. Ну и, конечно, открыто к предложениям. Ирина, расскажите, пожалуйста, а вот насколько соответствует всем вот этим современным веяниям и направлениям, о которых вы сказали, современная техническая, материально-техническая база, то есть вот насколько вы укомплектованы, все ли в достатке, либо можно что-то добавить? Ну, это, конечно, такой камерный вопрос, я бы сказала. Естественно, нет предела совершенства, хотелось бы, чтобы материально-техническая база была гораздо лучше. Но и учитывая, что мы находимся в таком, во-первых, в историческом районе нашего города, это Самарский район, и здание нашему уже более 110 лет, это объект культурного наследия, да, богодельник купца Оржанова, конечно, от этого возникают свои требования именно и в, чтобы и здание содержать в полном порядке, и, конечно, чтобы вкладывать дополнительные средства в развитие именно вот технической направленности. Но мы стараемся, конечно, наши учредители нас поддерживают, департамент образования, но и мы сами стараемся зарабатывать деньги. Есть у нас, конечно же, и объединения, которые работают на платной основе, это у нас там ходят дети до 5 лет, поэтому мы стараемся. И все получится. Конечно же, я уверена, по-другому не может быть. Давайте перейдем к ярким самобытным коллективам, о которых хочется рассказать. В самом сердце старинной Самары Из обычной, казалось бы, дом Здесь танцуют, поют по гитару Этот дом всем и центром зовет Заиграют волшебные скрики Западкает волшебный скричок А заря, словно солнце улыбки Это наш дорогой уголок Центр города, центр чудес Полный яркий прияттат Центр счастья, тем и побед Центр юных голодов ПЕСНЯ 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 БОСТОР ПЕСНЯ Дорогие все подарки Помощи китайки Мы единое, целое и дождь, и облако белое, и все, что проживает, но и тебя нет, а в свете не дели, ибо мы единое, целое и все, кто верит и в небо лет пройдет, сквозь розы и волны и любовь. Наша мастерница дорогая, она гостюшка годовая, ой, ладу, ладу, годовая, ой, ладу, ладу, годовая. Центр города, центр чудес, волны ярких приятных, центр счастья, первых побед, центр юных талантов. Здесь, куда ни посмотри, юные, смеющиеся лица. Мы зашло покой внутри, церковь инноваций и традиций. Мы зашло покой внутри, церковь инноваций и традиций. Расскажите, пожалуйста, о социальных партнерах и, конечно, над какими проектами интересными сейчас работаете. Но, конечно же, отдельно центр существовать не может. Конечно же, мы работаем со многими учреждениями образовательными города. Это, конечно же, и школы в первую очередь, наши социальные партнеры, и другие учреждения дополнительного образования. И наши соседи. И так случилось, что мы находимся в одном здании с Центром технического творчества областного значения. Они сейчас называются IT-куб. И, конечно, у нас с ними есть несколько интересных проектов. Совместных проектов. Да, и на следующий год мы планируем открыть такую программу, где дети будут получать эстетическое образование в нас в центре, а техническое именно в том центре. Ну и самым, наверное, сейчас интересным нашим проектом, над которым мы работаем, это наш цикл виртуальных экскурсий, который называется «Самара культурная». Для нас это проект новый, хотя мы уже четвертый год находимся в реализации проектных инициатив в рамках стратегии развития городского округа Самары. И если раньше проекты были у нас больше такие на концертную деятельность направлены, то это сейчас уже направлено больше на виртуальную и краеведческую деятельность. Хотя у меня нет туристко-краеведческой направленности, но мы здесь соединяем наше любимое художественное творчество вот именно с этой направленностью. Я думаю, что получается очень интересно. Вы можете посмотреть наши экскурсии на нашем сайте и узнаете много нового интересного. Ну и как раз остается у нас совсем немного времени, чтобы пригласить всех желающих. Вот если дети, родители хотят заниматься у вас, развиваться творчески, когда нужно приходить, и что для этого нужно, пожалуйста? Конечно, мы приглашаем, безусловно, всех в наш центр, как поется в нашем гимне, центр творчества, центр чудес, который находится в историческом центре нашего города. Это Фрунзе 98. И именно сейчас вы можете записать своих детей в наше объединение. Это и вокал, шахматы. У меня потрясающий фольклорный коллектив традиции, который является образцовым, и который участвует во многих конкурсах и проектах. Это, конечно же, и хореографические коллективы, которых тоже немало сейчас в нашем центре. Так как я сама в прошлом хореограф, для меня это очень такая важная, интересная тема. Поэтому приходите, и вы найдете в нашем центре все, что необходимо вашим детям. Спасибо огромное. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Тест». Ну а если вы хотите занять своих детей, я уверена, что после нашей программы вы знаете, куда пойти. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова